Тракт в омселе Атраде на постоялом дворе, ослоненном со всех сторон покрытым соломой и сараями, было еще совсем темно. В этой темноте никак нельзя было отличить стоящего здесь господского тарантаса от окружающих его телег тяжелого троечного обоза. А около тарантаса уже ворочается какое-то существо, при этом что-то бурчит себе под нос и о чем-то вздыхает. Существо это кряхтит потому, что оно уже старо, и что оно не в силах нынче приподнять на дугу укладистый казанский тарантас с той же молодецкой удалью, с которой оно поднимало его двадцать лет назад, увозя со своим барином соседнюю барышню. Повертевшись у тарантаса, существо подошло к окошечку постоялой горницы и слегка постучалось в раму. На стук едва слышно отозвался старческий голос, а вслед за тем нижняя половина маленького окошечка приподнялась, и в ней показалась маленькая седая голова, созбившаяся на сторону повязкой. — Что, Никитушка? — спросила старушка. — Пора, Марина Абрамовна. — Пора. — Холодком-то полегче отъедем. — Ну, пора так пора. — Буди, барышень-то, я уж подмазал, закладывать стану. Никитушка опять пошел к тарантасу, разобрал лежавший на козлах пук кожей и исчез под темным сараем, где пофыркивали отдохнувшие лошадки. Через полчаса тарантас, запряженный тройкой рослых барских лошадей, стоял у утлого крылечика. В горнице было по-прежнему темно, и на крыльце никто не показывался. Никитушка нередко позевывал, покрещивал рот и с привычной кучерской терпеливостью смотрел на троечников, засуетившихся около своих вазов. Наконец, на высоком пороге двери показалась стройная девушка, покрытая большим шейным платком, который плотно охватывал ее молодую головку, перекрещивался на свежей груди и крепким узлом был завязан сзади. В руках у девушки был дорожный мешок и две подушки в ситцевых наволочках. «Здравствуй, Никита!» — приветливо сказала девушка, пронося в дверь свою ношу. «Здравствуйте, барышня!» — отвечал седой Никитушка. «Что это вы сами таскаете?» «Да так, это ведь легкое. Дайте, матушка, я уложу». И Никитушка, соскочив с козел, принял из рук барышни дорожный мешок и подушки. «Какое утро хорошее!» — проговорила девушка, глядя на покрывавшее вледным утренним светом небо и загораживая ручкой зевающий ротик. «День, матушка Евгения Петровна, жаркий будет, а водье, проклятое, дай мед». «То-то ты нас и поднял так рано». «Да как же, матушка, раз что жар, а то другое дело, последняя станция до губернии-то. Близко, близко, а ведь сорок верст еще. Спозднишься, выехать будет ни два, ни полтора. Завтра вон люди говорят Петров день, добрые люди к вечерням пойдут. Агне Николаевне сустреть вас некогда будет». А пока у Никитушки шел этот разговор с Евгением Петровной, старуха Абрамовна, рассчитавшись заспанным дворником за самовар, горницу овез до сена и заткнув за пазуху своего капота замшевый мешочек с деньгами, будила другую девушку, которая не оказывала никакого внимания к словам старухи и продолжала спать сладким сном молодости. Управившись с собою, Марина Абрамовна завязала узелки и корзиночки, а потом одну за другую вытащила из-под головы спящие обе подушки и понесла их к тарантасу. «Где же Лиза, няня?» – спросила ее Евгения Петровна, остававшаяся все это время на крылечке. «Так где же, милая, спит на голой лавке?» «Не встала еще?» – спросила с удивлением девушка. «Да ведь, как всегда, не разбудишь ее. Побуди-поди, красавица моя!» – добавила старуха, размещая по тарантасу подушки и узелки с узелочками. Красавица ушла с крылечка в горницу, а вслед за ней через несколько минут туда же ушла и Марина Абрамовна. Тарантас был совсем готов, только сесть доехать. Солнышко выглянуло своим красным глазом, извозчики длинной вереницей потянулись со двора. Никитушка зевнул и как-то невольно крякнул. «Ну, что это, сударня, глупить-то? Падает, как пьяная!» – говорила старуха, поддерживая обворожительно хорошенькое семнадцатилетнее дитя, которое никак не могло разнять слепающихся глазок и шло, опираясь на старуху и на подругу. «Носи ее, как ребеночка малого!» – говорила старуха, закрывая упавшую в тарантас девушку. Села сама впереди против барышень под фардиком и крикнула «С Богом, Никитушка!» Тарантас, выехав со двора, покатился по ровной дороге, обросшей старыми высокими ракитами. Глава вторая. Кто едет в тарантасе? Мелодическое погромыхивание в тон подобранных бубенчиков и тихая качка тарантаса, потряхивающегося на гибких пружинистых дрогах, в союзе с ласкающим ветерком раннего утра навели сон и дрему на всех едущих. То густые потемки, то серый полумрак раннего утра не позволяли нам рассмотреть этого общества, и мы сделаем это теперь, когда единственный неспящий членово, кучер Никитушка, глядя на лошадей, не может заметить нашего присутствия. Направо, уткнувшись растрепанной курчавой головкой в мягкой пуховой подушке, спит Лизавета Егоровна Бахарева. Ей 17 лет, она очень стройна, но невысока ростом. У ней прелестные густые каштановые волосы, бьющиеся у лба, как часто бывает у молодых француженок. Овал ее лица несколько кругл, щечки дышат здоровым румянцем, сильно пробивающимся сквозь, несколько смуглый цвет ее кожи. На висках видны тоненькие голубые жилки, бьющиеся молодой кровью. Глаз ее теперь нельзя видеть, потому что они закрыты длинными ресницами. Но в институте, из которого она возвращается к домашним ларам, всегда говорили, что ни у кого нет таких прелестных глаз, как у Лизы Бахаревой. Все ее личико с несколько вздернутым, так сказать, курносым задорным носиком дышит умом, подвижностью и энергией, которые читатель мог не заподозрить в ней. Глядя, как она поднималась, Славки постояла у двора. Другую нашу героиню мы уже видели на крылечке. Читатель, конечно, догадался, что эти две девушки героини моего романа. Глядя на сладкоспящую подругу и раскачивающую в старческой дреме Абрамовну, Евгения Петровна тоже завела глазки и тихо уснула под усыпляющие звуки бубенцов. Они ровесницы с Лизой Бахаревой, вместе они поступили в один институт, вместе окончили курс и вместе спешат на бессменных лошадях, каждая под свои родные липы. На взгляд, Евгения Петровна кажется несколько постарше Бахаревой, но это только так кажется. На самом деле, ей тоже восемнадцатый год, что и Лизе. Марина Абрамовна недаром назвала Евгению Петровну красавицей. Она действительно хороша. И если бы художнику нужно было изобразить на полотне известную дочь, кормящую грудью осужденного на смерть отца, то он не нашел бы лучшей натурщицы, как Евгения Петровна Гловацкая. Стан высокий, стройный и роскошный. Античная грудь, античные плечи, прелестная ручка, волосы черные, как вороного крыло, и кроткие умные голубые глаза, которые так и смотрели в душу, так и западали в сердце, говоря, что мы на все смотрим и все видим. Мы не боимся страстей, но от дерзкого взора они у нас не вспыхнут пожаром. Вообще у ее лица много спокойной решимости и силы, но вместе с тем в ней много и той женственности, которая прежде всего ищет раздела ласки и сочувствия. Теперь она спит, обняв Лизу, и голова ее, скатившись с подушки, лежит на плечи подруги, которая перед ней кажется сущим ребенком. Няне Марине Абрамовне 50 лет. Она московская солдатка. Давно близкая слуга семьи Бахаревых, с которой они разлучаются уже более 20 лет. Они и говорят, что она с душком, но женщина умная и честная. Хучер Никитушка лет 5 тому назад прожил полстолетия. Когда ему было 30 лет, он участвовал с Егором Бахаревым в похищении у одного соседнего помещика дочери Ольги Сергеевны, с которой потом его барин сочетался браком в своей полковой церкви и навсегда забыл услугу, оказанную ему при этом случае Никитушкой. Никитушка ходил с барином Бабаранью по походам, выучился готовить гусарское печенье, чистить сапоги и нянчить барышню Елизавету Егоровну, которую он теперь везет домой после долголетнего отсутствия. Своего у Никитушки ничего не было, ни жены, ни детей, ни кола, ни двора, и он сам о себе говорил, что он человек походный. Целый век он изжил, таскаючись, и только лет с 8 приютился оседло, примастив себе кроватку в одном порожнем стойле господской конюшне. Тут он спал лето и зиму со старой собакой Росской, которую щенком украл шутки ради у одного венгерского пана в 1849 году. На барина своего, отставного полковника Егора Николаевича Бахарева, он смотрел глазами солдат прошлого времени. Неизвестно, за что считал его своим благодетелем, и, разумея, что повиноваться ему надо не только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает. Кругло говоря, и Никитушка, и Марина Абрамовна были отживающие типы той старой русской прислуги, которая рабски снисходительно относилась к своим господам и гордилась своей им преданностью. И тот, и другая сочли бы величайшим преступлением, достойным, если не смертной казни, то, по крайней мере, церковной анафемой, если бы они упустили какой-нибудь интерес дома Бахаревых или дома смотрителя уездного училища Гловацкого. Дружба старика Бахарева со стариком Гловацким, у которого Бахарев нанимал постоянную квартиру, необходимую ему по званию бессменного уездного предводителя дворянства, внушала им священное почтение и к старику Гловацкому, и к его Женечке, подруге и приятельнице Лизы. Теперь Тарантас наш путешествует от Москвы уже шестой день, и ему остается проехать еще версту колоста до уездного города, в котором растут родные липы наших барышень. Но на дороге у них близехонько есть перепутья.